Итак, всем здрасте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мы продолжаем наш разговор о российском футболе. Московский «Спартак» наконец-то официально объявил о подписании Олега Рибчука, защитника сборной Молдовы, а также ранее игрока греческого Олимпиакоса. И вы знаете, тут, конечно, история затянулась по максимуму. Сколько уже было здесь сюжетных поворотов, сколько здесь было отмен трансфера и так далее. В общем, самый настоящий «Твин Пикс» получился, новый сезон в исполнении «Спартака» и «Молдовского защитника». Но все хорошо, что хорошо заканчивается. «Спартак» все-таки получил себе в состав нового левого защитника. Поэтому, что очень важно, это не привело, так скажем, к каким-то катастрофическим последствиям. То, что трансфер затянулся у «Спартака» на данный момент в стопроцентный результат. Все матчи завершились победами. Так что, в общем-то, закончилось все относительно неплохо. Но возникает логичный вопрос. Будут ли следующие трансферы? Потому что представители «Спартака» уже объявляли о том, что команда даже после подписания очередного игрока, намекая на Рябчука, продолжит селекцию и продолжит поиск новых игроков. Ну и я думаю, все понимают, что главная зона, которую нужно выкрепить, это центр обороны. Плюс к этому нападение, где, возможно, «Спартак» все-таки попытается найти замену для Шамара Николсона. То есть «Ямайца» отправить куда подальше, желательно продать и купить форварда, который лучше подходит команде и лучше подходит Абаскалю. Давайте обсудим, насколько это сейчас возможно и следует ли говорить о том, что «Спартак» все еще не выполнил задачи на это летнее трансферное окно. Но сперва хотелось бы напомнить, что мы всегда с «Пари». «Пари» — это абсолютно легальная компания, которая нас поддерживает и которая делает просмотр спортивных событий еще интереснее. «Пари» работает в сетке нашего легального партнера. Здесь вы найдете множество важных спортивных событий из мира футбола, хоккея, бокса и всех других видов спорта. Приложение «Пари» — современное и технологичное, и вы можете пройти на него по ссылке в закрепленном комментарии. Кстати, у «Пари» сейчас идет специальная акция — 1000 рублей новым клиентам. Если вы пройдете по ссылочке в закрепленном комментарии, зарегистрируетесь в приложении или на сайте «Пари» и пройдете все стадии верификации, то вы получите фрибет 1000 рублей. Дерзайте! Отличный подгон в наши тяжелые времена. Итак, во-первых, начнем с объективной истины. «Спартак», несмотря на стопроцентный результат, показывает пока что крайне нестабильный футбол. И чередует поистине выдающиеся матчи, как с «Рубином», с откровенно провальными, где смотреть на «Красно-Белых» было даже физически больно. И это признавали в том числе заядлые поклонники «Красно-Белых». Например, мой товарищ Кузьмич, он в свое время раскритиковал команду в, казалось бы, победной игре с «Балтикой». Поэтому здесь, знаете, почивать на лаврах «Спартаку» ни в коем случае нельзя. И следует делать выводы, в том числе и касательно обороны. Защита здесь выглядит, прям скажем, слабовато. И то, что «Спартак» при стопроцентном результате до сих пор ни разу не сыграл на ноль, это весьма и весьма любопытный показатель. При этом подписание левого защитника, конечно же, может улучшить позиции «Красно-Белых» в обороне. Потому что, во-первых, ну, Рибчук профильный игрок на позицию. Он будет смотреться явно лучше Хлусевича. И это автоматически усилит игру и в центре защиты. Потому что, согласитесь, позиции очень тесно связаны. Левый защитник, убежавший вперед, которого нужно страховать, это головная боль для центральных защитников. Поэтому появление Рибчука как командного футболиста, как футболиста, который очень неплохо защищается, как футболист, который не так часто теряет позицию, как Хлусевич, это в том числе и улучшение для центра обороны. Потому что теперь центральным защитникам не придется носить со сломя голову, страховать Хлуса. И в этой истории, ну, в общем-то, в целом обороны Спартака должна прибавить. Но возникает логичный вопрос, достаточно ли она прибавит. Потому что в центре обороны все-таки до сих пор есть вопрос касательно качества некоторых игроков. Джики получит новый контракт в ближайшее время. При том, что по последним временам к нему есть вопросы. И это очень опасная связка, когда, с одной стороны, футболист получает новое соглашение, продлевая, так скажем, свой контракт и получая определенный финансовый базис на будущее, гарантии. И после этого футболист очень часто теряет мотивацию. И то, что Джики, объективно говоря, последнее время вызывал вопросы своей игрой. Вот не приведет ли это к тому, что Спартак получит, возможно, в лучшей форме, но нового Кутепова, который после получения нового соглашения на огромные бабки просто расставил как футболист. Касательно Литвинова, опять же, повторяю ту же самую, в общем-то, идею, которую я уже много раз высказывал. В центре поля он полезнее, чем в центре защиты. Ну и вообще, это одна из, наверное, главных причин, в том числе, почему Спартаку нужен центральный защитник, чтобы освободить, наверное, самого перспективного игрока красно-белых на данный момент от оборонительных функций именно в центре защиты. И перевести его в среднюю линию, потому что там, ну, тот же самый Умяров, прям, скажем, вызывает вопросы своей работой, своей игрой и так далее. Так что здесь появление Литвинова в центре поля напрашивается, а его использование в центре защиты, наверное, не самый подходящий вариант. Хотя и там он, конечно, старается. Дуарте по этому сезону показывает неплохой футбол, пока что смотрится пристойно, доказывая то, что талант у него есть и с ним просто нужно работать. Однако и тут возникают определенные сомнения. Поэтому центральный защитник, наверное, Спартаку все-таки нужен. И если он и появится здесь, то это должен быть игрок, который кардинально сильнее всех остальных. Который придет и порядок наведет, который будет, ну, существенным апгрейдом. Потому что выписывать очередного перспективного латиноамериканца, ну, скажем так, это большой риск. Потому что такой уже есть у вас. И зачем еще один Дуарте, который то ли заиграет, то ли нет. Выписывать игроков за большие бабки, с одной стороны, логично. С другой стороны, мы уже видели историю с тем же самым Старфельдом, с тем же самым представителем Тоттенхэма, который должен был перейти в Спартак. Но в итоге там все сорвалось. И что характерно, в обеих историях, в общем-то, просто нещадно пытались развести Спартак на бабки. Требуя огромные деньги, не совсем адекватные ситуации. И вот здесь возникает логичный вопрос, стоит ли заниматься центром защиты, или, возможно, стоит дать шанс вот этому подбору исполнителей. Вопрос сложный. Потому что, с одной стороны, игроки новые нужны, и это открывает огромные перспективы и огромные возможности. Перевод Литвинова в центр полузащиты, появление надежного стабильного игрока в центре защиты и далее по списку. Это все круто, это все здорово. Но в нынешних условиях, когда история с тем же самым Рябчуком затянулась, хрен знает насколько. Когда история с Ираковичем закончилась его переходом в Зенит, а вот эти бесконечные поиски новых игроков затягиваются, ну, тут уже поневоле возникает логичный вопрос, а стоит ли овчинка выделки. Потому что остается все меньше матчей в первой половине сезона. Центральному защитнику нужно сыгрываться и срабатываться. Тут Банганда далеко не сразу выпустили-то в основе. Обратите внимание, сколько матчей ушло ему на адаптацию. Это атакующий игрок. Причем игрок, способный зачастую в одиночку играть, то есть такой индивидуалист немножко, которому сыгранность с коллективом, возможно, и не так принципиально. А защитник — это совершенно другой механизм, другая история. Тут на то, чтобы ввести футболиста в курс дела, потребуется очень много времени. Поэтому в этой ситуации Спартак, если купить сейчас центрального защитника, он в итоге сможет в первой части сезона помочь, не знаю, там, в нескольких матчах. И при этом Спартаку вполне возможно сейчас на фоне всей вот этой истерии придется переплачивать. Ведь, согласитесь, клубы, которые будут продавать своих защитников Спартак, они ведь тоже не дураки. Они видят, что Спартак там попытался подписать, здесь попытался подписать, никого не купил, а защитник нужен. И на фоне этого, ну, просто могут завышать расценки, ориентируясь на то, что Спартак все равно заплатит. И вот в этой истории, возможно, возможно, опять же, стоит дать шанс вот этой обороне и дождаться зимнего трансферного окна, когда кто-то осядет на скамейке запасных в больших чемпионатах, и его нужно будет продавать. У кого-то контракт станет еще более истекающим, то есть до его окончания останется полгода, вот до конца текущего сезона. И там уже можно купить вообще за копейки. И, я не знаю, там, с тем же самым Санчесом из Тоттенхэма, я думаю, там шпоры, в случае чего уже и сами доплатят Спартаку, чтобы они забрали игрока и взяли на себя его зарплату. И далее по списку. Поэтому здесь, возможно, и не стоит торопиться. Хотя я не советник в этой ситуации. Тут, если у Спартака есть уже на мази какой-то крутой центральный защитник, то тогда уже, возможно, и стоит рискнуть. Но, с другой стороны, если мы посмотрим последние слухи, то главные из этих слухов связаны с Машевичем из Бохума. А это игрок, который, на мой взгляд, уступает Раковичу, уступает Санчесу. Это немножко не тот футболист, хотя и достаточно толковый. В общем, тут, на самом деле, возникают вот такие вопросы. Касательно центра нападения. Ну, опять же, в идеале, в идеале, конечно, нужно постараться куда-то слить Николсона. Желательно за деньги, желательно отбить часть тех финансов, которые в него вложены. И подписать нового центра фойварда, который способен быть альтернативой для Соболева, либо, возможно, напарником для Соболева, либо просто нападающим, который лучше подходит под игру Абаскаля. Потому что Шамар, несмотря на редкие вспышки, но он не оставлял какого-то фундаментального впечатления, и оставлял куда больше вопросов, чем ответов. И тут, опять же, все упирается в деньги. Здесь экстренности, на мой взгляд, куда меньше, чем в центре защиты. Учитывая форму Соболева, который смотрится сейчас очень неплохо, и учитывая наличие других ярких атакующих футболистов, при прочих равных можно, опять же, обойтись и имеющимися ресурсами. Играть в двух нападающих «Спартак» в этом году, наверное, будет существенно реже. Потому что раньше, когда выходили Шамары и Соболев, это с чем было связано? С тем, что Соболев играл справа, закрывая условно вот эту позицию, достаточно проблемную. Сейчас с появлением Банганда, ну, я думаю, все уже все поняли. Варианты использования двух форвардов будут какими-то единичными и просто вот ситуативными. Допустим, если нужно перейти на навал и сыграть с двумя таранами, например, Шамар плюс Соболев. Поэтому здесь, если появится возможность выгодно продать Николсона и кого-то купить, дай-то бог. В противном случае, ну, опять же, возможно, стоит подождать до зимы, когда появится, возможно, больше вариантов и больше интересных кандидатов.